здравствуйте мы сами на портале экзогет отвечаем на вопрос как можно познакомиться с хорошей девушкой вопрос так здорово построен что на него очень тоже хочется коротко ответить надо быть хорошим мальчиком вот чтобы познакомиться с хорошей девочкой на самом деле в каждой шутке есть доля шутки и конечно подобное в некотором смысле всегда тянется к подобному в наше время действительно вопрос знакомств оказывается очень непростым это связано с целым рядом причин ну во-первых на протяжении всей своей многотысячелетней истории человечество не практиковала такой способ создания семьи когда надо было с кем-то познакомиться надо было за кем-то специально ухаживать помните недели две ходила сваха к моей родне и наконец благословил меня отец этот вопрос веками в самых разных культурах и религиозных традициях решался таким образом что сам человек редко участвовал в выборе спутника жизни и священное писание нам это лишь подтверждает когда авраам отправляет раба своего элеазара чтобы тот привел привез жену для его сына и по этому еще раз говорю у нас нету этого опыта который бы закреплен в какой-то каким образом искать себе жену есть несколько простых правил соблюдая которым соблюдая которые можно несколько упростить себе жизнь в этом вопросе ну во первых конечно жену надо искать себе по руке жена как рукавица должна быть по руке казалось бы простая и понятная истина с другой стороны мы живем в то время когда все говорят про смирение а на самом деле адекватно себя оценивать почти никому не удается и в большинстве случаев не удается познакомиться с хорошей девушкой потому что и знаете как в той песне мы выбираем нас выбирают как это часто не совпадает почему она не совпадает почему нам не нравятся те люди которым нравимся мы и наоборот те люди которые нравятся нам тем мы не нравимся большинстве случаев это происходит из из-за того что мы переоцениваем свою свое значение вообще переоцениваем сами себя у нас это даже не самооценка которая вот завышенная или заниженная самооценка психологии это действительно мы не понимаем кем мы являемся в глазах других людей нам нравятся те девушки для которого как бы которых мы явно не стоим которым мы не соответствуем ну примерно то же самое что если вы идете например из храма и вдруг бомж сидящий в переходе начнет оказывать вам знаки внимание предлагать вам встретиться в воскресенье разделить с ним трапезу вы скорее всего в ужасе отшатнетесь и пойдете как вообще ему в голову могло прийти что я такая замечательная могла ответить ему взаимностью то есть мы просто неадекватно оцениваем себя если еще нам просто познакомиться или понятно что мы не совсем бомжи от нас неплохо пахнет мы не выглядим совсем уж неадекватными но если поэтому девушка или молодой человек соглашаются или приглашают нас на какое-то свидание на прогулку то очень часто после первого же или второго свидания все иллюзии рассеиваются и оказывается что да мы замахнулись на то что нам явно не по силам или наоборот мы оценивая себя слишком высоко по сути дела даже не можем влюбиться нам не может понравиться тот человек с которым мы сейчас общаемся потому что мы себя ценим слишком высоко здесь действует знаете как бы принцип такого отзеркаливания вот реально нам нравится те люди которые подсознательно оцениваются нами как примерно равные нам или немного выше нас те кого мы считаем слишком слишком хорошими те тоже нам не нравится нам не придет в голову ухаживать например за девушка или ждать если я вот простая золушка мне не придет в голову ждать ухаживания от принца мы понимаем что мы ему не ровня мы ему не соответствуем или наоборот что как я буду как я приглашаю эту девушку там на свидание я же понимаю где она и где я поэтому еще раз говорю нам обычно нравятся те люди которых мы оцениваем примерно равными или чуть чуть выше нас и поэтому вся проблема в том как мы собственно оцениваем себя и вот чем выше мы себя оцениваем тем меньше у нас шансов что те за кем за кем мы хотели бы ухаживать ответит нам взаимностью очень хороший признак такой как бы лакмусовая бумажка это попробовать оценить зайти в какую-нибудь компанию которой вы можете оказаться неважно где там на работе в институте там каком-нибудь собрании ваших единомышленников и подумать а сколько девушек из собравшихся мне вообще здесь нравятся в норме если у вас примерно адекватная самооценка то есть а вы же общаетесь с теми девушками которые в общем вам по соответствует примерно вам если вы учитесь в институте то примерно этого же уровня во всех смыслах этого слова там имущественных интеллектуальных каких-то имиджевых духовных соответствует примерно вам вот сколько девушек из вашего окружения вам в принципе нравится если у вас адекватная самооценка то таких девушек должно быть не меньше половины если вам нравится там одна единственная там или две я сейчас не имею ввиду влюбиться именно просто нравится кажется симпатичной вы с удовольствием прошли бы с ней до метро вы бы с ней поболтали вам было бы приятно скушать с ней мороженого или еще что-нибудь без всяких даже мыслей там о дальнейших каких-то отношениях вот если этих девушек меньше половины скорее всего вы себе переоцениваете вот если этих девушек гораздо если вообще все вам очень очень нравится скорее всего вы себя недооцениваете вот и и тоже если вы себя недооценивайте вы вести себя быть тоже неадекват grip вы будете заходить как бы слишком снизу такая девушка тоже потом учет он так вот у себя ведет с неадекватной оценит сразу вас как не смысли симпатичного несимпатично умного и глупого как неадекватного вы должны выглядеть в глазах девушки адекватно. И если вы половину девушек из вашего окружения оцениваете как туз, который можно было бы поболтать, выпить кофе, проводить её до метро, то в этой ситуации я глубоко убеждён, что у вас не будет проблем с тем, чтобы познакомиться с хорошей девушкой. И, конечно, нельзя забывать, что хорошая жена, как говорит примудрец сломан, это подарок от Господа. Не забывайте молиться о том, чтобы Господь устроил вашу жизнь, потому что если такого благословения от Бога не будет, то все наши человеческие ухищрения не смогут работать.